Любови Митрофановне 57 лет. Диспансеризацию Анапчанка проходит регулярно, ведь многие заболевания могут долгое время протекать бессимптомно, и только специалист может вовремя распознать угрозу. В этот раз анализ крови показал повышенный холестерин. Врачи рекомендуют диету и проверить сердечно-сосудистую систему. В нашем возрасте мы очень ленимся и нужно проходить диспансеризацию, так как выявляется очень много болезней, которых мы не знаем. А так как врачи грамотные, очень умно смотрят, находишь болезнь и начинаешь ее лечить, заинтересовываешься тем, что, пройдя диспансеризацию, ты понимаешь, что мы очень неправильно относимся к своему здоровью. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом терапевт проводит первичный осмотр, выявляет основные проблемы. Пациент сдает кровь на анализ глюкозы и холестерина, проходит флюорографию. Если нужны дополнительные обследования, его направляют на второй этап. Это дополнительные исследования крови, если необходимо, УЗИ, органов брюшной полости, сердца, малого таза. Если необходимо, проводим ультразвуковое исследование брахицефальных артерий, а также консультации узких специалистов. С этого года в первый этап диспансеризации больше не входит УЗИ, органов брюшной полости и общий анализ крови. Зато теперь можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Для того, чтобы пройти такой медосмотр, нужны всего лишь паспорт, полис и 60 минут свободного времени. Диспансеризация позволяет на ранних этапах выявить те заболевания, которые пациенты еще не ощущают. В большинстве случаев многие заболевания не проявляются сразу. Пациенты этого не чувствуют и могут годами ходить, болезнь будет протекать и усугубляться состояние. Пациент обращается к врачу тогда, когда уже проявляются какие-то явные признаки. Это уже поздние стадии, позднее состояние. И лечить уже намного сложнее, дороже. С начала года плановую диспансеризацию уже прошли более полутора тысяч анапчан. По результатам обследования каждый пациент получает паспорт здоровья. В нем заключение всех врачей и рекомендации, которые следует выполнять, чтобы предотвратить появление или развитие заболеваний.